Сейчас все делаем, блядь. А, вот здесь у нее проблема, блядь. Волшебный край, где ты ни разу не был. Рай под звезд на полосатый небо. Там золотые горы ждут ковбоя. Тебе осталось делать только шаг. Приглашаем вас на американский контракт по ремонтам. Поделюсь с вами какой-то информацией. Как вы уже поняли, я с Сергеем не работаю, как раньше работала. И мы не делаем столько контрактов, сколько делали раньше. Вот, посмотрите, сейчас покажу вам, какой интересный проект. Маленький проект. Плотницкие работы. Женщине построили вот такую веранду. И мы будем туда делать, вводить дома некоторые вещи. Получается, что когда ей сделали крышу, там щель между вот этими панелями. И туда залетают листья. И видите, ей не закрыли. Вот видите, между уличным сайдингом эти дыры, щели. Она попросила, чтобы мы их закрыли. Такие палочки мы купили. Вот такие маленькие моментики. Вот это веранда внутри. Значит, когда дом построили изначально, она здесь заканчивалась. Видите, где колонны. Вот достроили. И вот через эти все дырки залетают листья. И она бы очень хотела, чтобы этого не было. А вот листики. Ну, еще она просила здесь тоже зашить другими панелями, чтобы они сочетались вот с этим. Ну, в общем, и покрасить переднюю часть веранды. В общем, ролик закончится тем, как стало. Посмотрим, какие растения у американки на веранде растут. Я люблю такие растения тоже. У нас очень много цветов. Я думаю, что я начала увлекаться цветами еще в Ташкенте. Когда мне 16 лет исполнилось, что-то во мне емкнуло, екнуло, перемкнуло. И когда я зашла с подругой, я помню Галя, Галла Аркадьева, по галочке привет, мы с тобой зашли в цветочный магазин. Ты всегда интересовалась цветами. Я помню. И вот мы когда зашли, я увидела там одно растение. И я так захотела его купить, что я помню, как оно выглядело. Я не помню, как называется. видел, какой-то вид аспарагуса был. И я помню. А потом у меня уже были и Филанки, и Лантана. А когда я ехала в Америку, моя мама все раздала. Раздала. Хатабыч, заряди подписчиков на хорошее настроение. Так, тебе дух. Джессовчик, мой старший сын Джессов. Скажи привет, подписчики. Привет. Покажи, пожалуйста, свой телефон, чтобы мы показали им, какое сегодня число, какой сегодня день, что сегодня воскресенье. Я не работаю с Силиком. А, он в Фургоне. Пойдем посмотрим. Раньше Джессов работал на эту компанию, но теперь он помогает только нам. Ну, иногда, если там друзья попросят, там, знакомые, покрасить что-то там, одну комнату, напрямую с ними работает. Так, 11, 12. Нет, я, тут дата. Так, сентябрь, 25 воскресенье, Sunday. А почему? Потому что у ребенка университет мобила. Ссылки на этот университет, ролики про него, я вам дам в главном комментарии. Про театр. В общем, где там что находится. Обратите внимание, вот эта машина старая. Здесь уже давно лежит. У нас типа лирическое отступление. Мох. И дуб растет в ней. Смотрите. Она говорит, вы точно сделаете, чтобы там и крыша не протекала, и листья не залетели. Я говорю, да. Ну, как же я, блядь, если я сюда приехал, как же я буду? Вот Сергей говорит, почему там уже протекает. Видите, как поставили, прибили палки. Должно быть вот так. Чтобы они плотную, ровно, а они вот так. Поэтому здесь у нее сильные дожди протекала. Видишь, здесь нет трещины. А здесь, а ты видишь, что не получилось. Они взяли, подняли, ты видишь, здесь что получилось. Он пошел наисквозь вот так. И туда вода затекает у нее. Она и говорит, Вот это бонсай. Бонсайчик. У меня дома один бонсайчик я посадила в большой горшок, и он начал расти и разрастаться. То есть пока они в маленьком горшочке, они маленькие. Посадишь большой, и все. Будет тебе гигантское дерево. И завели компрессор, распутывают шланги. Вы спросите, а где Дар? А я скажу, сегодня воскресенье. И это не значит, что каждый выходной мы берем других детей на работу. А Дар с Сергеем, с Джессом очень редко работает. Если он работает, то он работает с мужиком, который бассейнами занимается. Там мотор поменять, что Дар как электрик разбирается кое в чем. И там почистить бассейн, химикаты какие-то добавить. Так что, там другая у нас история с Даром, с его работой. И там отлично. Ну и все. Вот так. Пойдем. Смотришь. Она что, кривая может быть? Ну конечно, надо же ее выравнивать так, чтобы она была точно по линии. И какой край куда тащить надо. Посмотрите. Они, видимо, не бывают же идеально все такие ровные. Хорошая. Хорошая. В общем. Так. Так. Пусть. И так. Конечный вариант. Вот Сергей, как она просила, закрыла. Как она просила, закрыл ту щель. И он лазил на крышу там. Тоже что-то делал, чтобы не текло. С герметиком там возился. Вот. Так. Пойдем посмотрим, как сбоку выглядит, что. вот по ее желанию он закрыл самые большие дыры. Да, здесь полы у нее ходят. Она говорит, вскройте, посмотрим, что там за проблема. Вот здесь, что ли? Угу. Бля, ну как я буду скрывать? Надо мне, блядь, цветы все убрать. А, ну давай тогда я помогу тебе. А я, ты что? Ну, еще и Сергей убрал одну доску, посмотреть и говорит, что гнилья нет, термитов нет. Гнилья нет, термитов нет. Просто здесь же дек был уличный. А кто на уличном деке ставит, блядь, гвоздочки? Надо шурупить их, блядь, что теперь надо все вот так вот прокрутить до того, где качается, шатается, и все. И нет проблем. Теперь у меня одна доска лопнутая. Видишь, отрывал. Угу. Теперь надо новую доску покрутить. I need small nails or the nails are too small? They're too small. Too small. Okay. All right. Well, now... Рыть на ух! Now, this is... All of this was already there. Now, we'll tell you this. Somebody did replace just these right here. Oh, okay. Because whatever he used, it can't be everywhere else. Right. He took a loose, like, two or three of them just right here. Okay. And so, if whatever you see here, that's because the person replaced it, right? Yeah. Because I think he also, he did this one and then right across... It was like maybe three of them, right? It should be screws like this. You see? Okay. Well, then that... Okay. And this one nails. Okay. Well, yeah. That explains it. This one... Bubbly. That's why, then. That's why, because of the nails. Yeah. Yes. Okay. Well, now we know. Сейчас Сергей будет окно в Европу прорубать, как Петр Первый. Окно в Алабаме. А у меня тут тоже есть море, море работы, море работы. Всё это лето я отдыхаю в море работы. А я с разбега прыгаю в море, в море работы, в море работы. И каждое утро встречаю рассвет в море работы. Окно в Европу прорубил. Угу. Окно. Из Алабамы в Алабаму. Сетку натянули мы. Пока мы натягивали, сетку я не снимала, как мы на лестницах стояли. Видите, как он сделал? Теперь листья не будут туда попадать. Сергей забыл большую лестницу дома. Или нет? На другом объекте ты её забыл. Вернулись на этот. Не могли красить. Мы не могли красить на улице, потому что из-за урагана Иэн Нет, подожди. Из-за урагана Иэн у нас было очень ветрено. И теперь Сергей решил сделать лестницу из того, что было. Мне кажется, американец бы не догадался. Волшебный край, где ты ни разу не был. Рай подзвезд на полосатым небом. Там золотые горы ждут ковбоя. Тебе осталось сделать только шаг. Ты хочешь быть американцем, американцем, американцем. Водить огонь и кадирак Среди зелеными деньгами Вить капелли и майами Витать с красоткой только тут Переханцем на двоих Весь мир у нас в двоих Плевать на остальных Здесь ты король И сейчас ты не любишь Ты хочешь быть американцем, американцем, американцем Парни, коверни, коверни, коверни Ну и от них Хочешь, значит, Среди зеленые Парни, коверни, 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 коверни Водить огонь Водить огонь Среди зеленые Все Все конечный вариант мы закончили я подумала прикольно смотрится тут точно который устроил веранду немножко кривовато то есть но даже заметно что его вода сейчас мы все на место поставим и это будет незаметно смотрите пылесосит улицу как хорошо у нас пылесосит, тут был песок размытый несколько раз разворачивался и некрасивые места пылесосил и чистил своими щетками видите смотрите как как это смотрите видите здесь они уже прошли все листья собрали это наш забор который серега делал вот так приехали в спальный район почистить улицы почистить запылесосить пропылесосить дороги а я заряжаю вас на хорошее настроение у меня тут в августе климатис цветет шикарненько до новых встреч это наш родственников Продолжение следует...